Пожалуйста, Ваши комментарии по следующим. Хотелось бы не только в Кубке, но и в чемпионате победить. К сожалению, со славой нам это не удалось. Сегодня взяли три очка, я считаю, что заслуженно. Имели больше моментов, создавали. Единственное, до времени не удалось реализовывать те моменты, которые мы создаем. Пропустили, опять нежная концовочка, немножко Эдук-Костров успокоил, когда забил третий гол и я считаю, что все закончилось тем, чем должно было закончиться. Спасибо, Владимир Владимирович. Подскажите, Ласка, насколько Вы личите, скажем так, с легкой уже силой, с такими оборотами команда вышла до выездной серии, протяглой, уличивающей, что и соперники не просто? Мы не готовимся к серии, мы готовимся к следующему определенному матчу. У нас следующая игра 22 апреля с футбольным клубом «Отель», поэтому к ней готовимся. Ну, а я имею в виду, какая кондиция, скажем так, в команды? Ну, допустим, на Вашу стадию судьбу? Хорошая игра, кондиция, хороший игровой график. Здесь я не скажу, что мы стараемся в тренировочном процессе кого-то загнать. Я считаю, что физически ребята выглядят хорошо, и Вы видели, что сегодня все 90 минут бежали, было хорошее движение, и в 90-й минуте не останавливались. Поэтому в этом плане я считаю, что мы не проседали. Не кричит, что на тренировку будет достаточно крупный лик, а есть у Вас залаги, да, по ней команды, например, какие-то такие фрамы? Моменты, на которые требуются на сегодняшний лик? Ну, знаете, наверное, никогда тренера не будет доволен 100%, есть шероховатости. Но я не думаю, что мы сейчас будем проводить технико-тактический разбор всего этого. То, что сегодня происходило на футбольном поле, это уже, наверное, наша внутренняя кухня, детали мы разберем. Понятно, что хотелось бы больше забить, но то, что ребята создают моменты, это нравится зрителям. И сегодня я считаю, что игра не оставила равнодушным тех людей, которые пришли на стадион. Поэтому поддержка чувствовалась и волнение какое-то, когда особенно пропустили, и счет стал такой скользкий. Ну, в конечном итоге победили, это тоже и победа болельщиков, которые нас поддерживают сегодня. Да, спасибо. Скользкий счет, как и поле сегодня. У меня несколько вопросов по составу. Третий матч нет у Гагалашвили, серьезные ли у него травмы? Ну, Гагалашвили пока еще не тренируется, у него, не буду умничать, это, наверное, вопрос к доктору. Насколько эта травма серьезная, он подвернул голеностоп и пока еще не тренируется. Но вот мы ждем его на следующей неделе возвращения в строй и рассчитываем, когда он вылечится, конечно же, будет и тренироваться в общей группе. Я надеюсь, в играх тоже вам поможет. Ну и Дмитрий Бага, почему сегодня не было? Тоже по медицинским соображениям, микропогреждения. И вот сегодня даже в бомбе заезде мы даже перед игрой общались с доктором, разговаривали. Но все-таки, учитывая наш график такой плотный, дальше. Поберегли его и старались, чтобы он уже был в строю для следующих игроков. Стоит ли его ожидать, я думаю, в довольно принципиальном поединке с Боте? Ну, честно, я на него надеюсь, рассчитываю, и мы все сделаем, и с медицинским штабом, чтобы он побострее влился в наши ряды и помог нам в следующем матче. Как вообще рассчитываете с этой выездной серией, учитывая, что Шахтер, Боте, там еще и Кубок с Витебском, да, очень сложная серия ждет? Опять же, мы не про серии, мы в каждой игре будем готовиться конкретно к каждому матчу, соперники разноплановые. Тут каждому надо индивидуальный подход, будем разбирать, будем доносить до ребят информацию для того, чтобы как можно более продуктивно, более качественно и более результативно с ними собирать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.